Александр Евтеев, велосипедист со стажем, пока сидел на карантине, почувствовал, что набрал вес. Теперь в магазины на работу приезжает на велосипеде, соблюдая элементарные меры безопасности. Подъезжаем к любому магазину или торговому центру. Есть велостоянки. Пристёгиваем и спокойно уходим. А где вы прячете свой замок? Неужели вы носите с собой постоянно? Нет, замок я не прячу. Он у меня всегда на велосипеде пристёгнут. Но так пристёгнут, чтобы его нельзя было снять. Те, кто любит кататься на велосипеде, порой забывают о его безопасности. Ведь даже на минуту, отлучившись в торговый центр, можно выйти и не обнаружить своего любимого двухколёсника. Осенью активизировались злоумышленники, которые охотятся за велосипедами. Всего за летний-осенний период было зафиксировано в 86 случаях краш велосипедов. Около 36 было раскрыто. То есть это говорит о том, что каждое седьмое преступление, связанное с хищением имущества, является кража велосипеда. В расследовании такого рода преступлений выручают уличные видеокамеры. Так, была раскрыта кража на парковке торгового центра. Двое ребят оставили велосипед у входа в помещение. Следом, явно их поджидая, появляется молодой человек, скрывающий лицо за мобильным телефоном. На чужом велосипеде злоумышленник покидает место. А теперь совет, как уберечь железного коня от мастера спорта по велоспорту Дмитрия Конова. Одна кража была в детстве, украли АЭС. С тех пор я не оставляю ни один велосипед. Лучше, конечно, кататься вообще с друзьями и просить их, чтобы они последили. А если на замок оставлять, ну, не советовал бы. Сломать обычный велосипедный замок под силу любому воришке, владеющему инструментом. Большинство опрошенных нами велосипедистов используют именно такие замки. Обычный замок. То есть вы считаете это надежно? Ну да. Ну а что, буквально на 5-10 минут выйти, и все. Наверное, хватает. Но если где-то надо составлять, то там уже дороже все это стоит. Краш не было. У меня вот замок такой с фикс-прайса кодовый. Ну, как бы все, он мне помогает. А в подъезде как? В подъезде он просто стоит около квартиры, и все. Я на нем езжу в школу, всегда пристегиваю к забору. Мне специально родители купили пристежку, такую небольшую. Тоже пристегиваю на площадке ремешком. Были случаи кражи в личном разе? Были лично у меня, да. Но он был не пристеган. После этого мне его нашли, представляете? Милиция нашла. Даже осталось краску серо. Его выкрасили в серый цвет полностью, чтобы не узнать. Еле не повезло. Кража велосипедов относится к группе трудно раскрываемых преступлений. Полиция рекомендует владельцам не оставлять железного коня в подъезде или около дома без присмотра. Средства передвижения дороже 20 тысяч рублей лучше ставить там, где имеется видеонаблюдение, или забирать в квартиру. После покупки не поленитесь вписать в паспорт велосипеда серийный номер. Его обычно ставят на раме или вилке руля. А еще полицейский рекомендует ставить на металлическом корпусе любые отличительные знаки и сфотографировать их. Узнать, не является ли ваш велосипед краденым, можно в интернете. Пострадавшие выкладывают их номера в открытом доступе. Михаил Налетов, Екатерина Беляева, Щелковское телевидение.